Библейский портал экзегет.ру представляет Добрый день! На библейском портале экзегет мы заканчиваем рассмотрение Евангелия от Иоанна, 21 глава. Если мы посмотрим предшествующие Евангелия, то оказывается, что, согласно их описанию, Иисус Христос являлся апостолом после воскресения лишь однажды. Притом географически это явление разнятся. Евангелист Матфей говорит о явлении в Галилее на горе, а Евангелист Лука о явлении в Русалиме, после которого происходит вознесение. Евангелист Иоанн отличается от этих повествований. Здесь целых три явления. Первое сначала апостолом без Фомы, второе с Фомой. Мы о них говорили и показывали их единый смысл. Есть еще и третье явление, явление, которое тоже происходит уже географически в Галилее. На берегу Галилейского и Теревиадского озера, вокруг которого проходила большая часть служения Иисуса Христа. Притом здесь мы даже не встречаем всех апостолов. Мы не знаем, где в это время были остальные, но в рассказе, к рассмотрению которого мы с вами переходим, речь идет только о семи. После этого опять явился Иисус ученикам своим при море Теревиадском. Явился же так. Был вместе Симон Петр и Фома, называемый близнец Инофанайл из Кана Галилейской, и сыновья Завидеевы, и двое других из учеников его два. Само это перечисление на самом-то деле довольно необычно. Почему? Да потому что во всех списках, которые мы с вами откроем, в Евангелии, в деяниях апостолов, всегда после Петра стоят братья Завидеевы. И не случайно Иоанн и Яков были ближайшими наряду с Петром учениками Христа. Именно их троих Господь взял с собой на гору преображения, ибо они присутствовали при его Гефсиманском морении или при воскрешении дочери Иаира. А здесь их опережает Фома и Нафанайл. И почему так? Но я думаю, что отчасти можем догадаться. Догадаться потому, что для четвертого евангелиста очень важны те исповедания веры, которые произносят евангелисты. А Петр произносит свое исповедание в Кесарии Филипповой, либо он произносит это согласно 6 главе Евангелия от Иоанна в Капернауме, в синагоге, после речи Христа о хлебе жизни, сходящем с неба, говорят, что ты Христос, сын Бога Живаго. Нафанайл называет Иисуса Христа царем Израилем, сыном Божиим. И Фома в начале Евангелия, а Фома уже заканчивает Евангелие, говоря, ты Господь и Бог. И тем самым, конечно, возможно, для четвертого евангелиста эти исповедания вводят вперед Фома и Нафанайла, и поэтому в этом списке они даже опережают ближайший круг учеников. Симон Петр говорит им, иду ловить рыбу, говорят ему, идем, а мы с тобой. Пошли и сейчас пошли в лодку и не поймали в ту ночь ничего. Когда уже настало утро, Иисус стоял на берегу, но ученики не узнали, что это Иисус, и Иисус говорит им, дети, есть ли у вас какая пища? Они отвечали ему, нет, он же сказал им, закиньте сеть по правую сторону лодки и поймайте. Они закинули и уже не могли вытащить сети от множества рыб. Тогда ученик, которого любил Иисус, говорит Петру, это Господь. Симон же Петр, услышав, что это Господь, опоясался одеждой, и был наг и бросился в море. А другие ученики припрыли в лодке, ибо далеко было от земли локтей около двухсот, тащаясь сеть с собой. Итак, мы понимаем, что ученики были рыбаками. И на протяжении последних лет жизни, когда они бросили свое прежнее занятие, когда они применили родственные деятельности и из рыбаков стали апостолами, учениками Христа, образовали ближайший круг его последователей, они множество раз пересекали Галилейское озеро, они, собственно говоря, ходили вокруг него. То есть Господь, призвав их от их прежней профессиональной деятельности, Он, собственно говоря, географию их жизни никак не изменил. И понятно, что они множество знакомых людей видели за это время, частично кто-то, наверное, являлся в круг последователей Христа, но никогда они не занимались тем, что было родным их занятием до встречи с Христа. Они не ловили рыбу. И понятно, что ловля рыбы это не только обеспечивало их жизнь, в какой-то степени это был такой азарт. Знаем, есть люди, которые ловят рыбаки, любят ловить рыбу. Вот они были лишены этой возможности, потому что они всегда были со Христом. А здесь его не стало, его не было с ними, поэтому они решили, наконец-то, оказавшись в Галилее, оказавшись у того озера, у которого выросли, заняться тем, чем занимались прежде. И вот как бы долгожданный момент, долгожданная ловля. И вдруг она заканчивается ничем. Успех им в этот раз не сопутствовал. И, конечно, это разочарование после столь долгого перерыва, несомненно, завладело апостолами. И здесь происходит что-то очень таинственное, непонятное, потому что незнакомый человек, и это важно отметить, потому что они не узнали Христа, просто человек стоит на берегу ранним утром, обращается к ним, они на довольно большом расстоянии, около 100 метров, все-таки его слышат, потому что ничто им не мешает в этот момент, и спрашивают их об их улове. И они вдруг делают то, что он им говорит. То есть они подчиняются пока еще не Христу. Они даже не догадываются, кто это. Они подчиняются человеку, который вообще не видит впервые. И успех этого послушания очевиден. Вдруг сеть переполняется огромным количеством рыб. И тогда Иоанн обладает, как нам известно обсловленным, проницателем, интуицией, догадывает, что это Господь, и сообщает об этом Петру. И то, что делает Петр, на самом-то деле тоже весьма необычно, потому что он бросается в воду, спрашивается, зачем, предварительно припоясывшись. Очевидно, что хотя и лодка была достаточно медленно, но все-таки вряд ли Петр обогнал ее на какое-то заметное временное расстояние. Кроме того, собственно говоря, он плывет в одежде, и одежда просто может ему соскользнуть. Наспех перепоясанная вообще может остаться без нее. И, выйдя в одежде, тем не менее она мокрая. Просто с него течет вода, и в мокрой такой одежде мокрый Петр предстает перед своим учителем, и тем не менее он как бы спешит, он хочет, чтобы это все произошло, и дальше он там мокрый, он разбирает рыбу, и, возможно, при последующих диалогах одежда, несмотря на то, что все это происходит у костра, еще не высохло. «Когда же вышли на землю, видит разложенный огонь, и на нем лежащую рыбу и хлеб». То есть тоже непонятно откуда, как, да, на берегу взялся огонь, откуда взялась еще рыба, да еще и хлеб, то есть их уже ждет еда, их ждет завтрак, к чему, конечно, они вряд ли в тот момент были готовы, на что они не могли рассчитывать, как вообще в таком месте, где что появилось, это остается загадкой. Иисус говорит им, «Принесите рыбу, которую вы теперь поймали». Симон Петр пошел и вытащил на землю сеть, наполненную большими рыбами, которая была 153, и при таком множестве не порвалась сеть. Ну, собственно говоря, Петр возглавлял ловлю, и поэтому разделение улова было его прерогативой. Но надо отметить при этом, что Христос не сказал ему пересчитать рыбу, он сказал ему принести из той рыбы, которую вы поймали, да, пересчет в данном случае не был предусмотрен, и имеет ли какое-то особое содержание «Число 153» или просто это указание извителя, вопрос здесь остается открытым. Существует множество предположений относительно того, самых разных и причудливых, что это число могло означать. Но, наверное, самое устойчивое и приемлемое в том, что 153 — это число тех народов, которые населяли по представлениям людей тогдашнего времени, мир, и поэтому это символ того, что в церковь войдут все люди, все народы, что спасение относит универсальный, всеобщий характер. Иисус говорит им, придите и обедайте из учеников, никто не смел спросить его, кто ты, зная, что это Господь. Иисус приходит, берет хлеб и дает им также и рыбу. Это уже в третий раз явился Иисус ученикам своим по воскресенье из мертвых. И так, собственно говоря, конечно, здесь некое оцепенение. С одной стороны, все догадываются, кто перед ними. С другой, в общем-то, этот человек им неизвестен. И смысл происходящего они тоже не могут до конца объяснить. Поэтому Иисус Христос вынужден сам, почти принудительно, раздать хлеб и рыбу всем присутствующим. Когда же они обедали, Иисус говорит Симону Петру, Симон Ионин, любишь ли ты меня больше, нежели они? Петр говорит ему, да, Господи, ты знаешь, что я люблю тебя? Иисус говорит ему, поси агонцев моих. Еще говорит ему в другое, раз Симон Ионин, любишь ли ты меня? Петр говорит ему, так, Господи, ты знаешь, что я люблю тебя? Иисус говорит ему, паси овец моих. Говорит ему, в третье раз, Симон Ионин, любишь ли ты меня? Петр говорит, опечалился, что в третий раз спросил его, любишь ли меня? и сказал ему, Господи, ты все знаешь, ты знаешь, что я люблю тебя. Иисус говорит ему, паси овец моих. Так, этот диалог довольно известный, конечно, имеет ключевое значение. Петр должен занять первенствующее положение среди апостолов в церкви. И хотя, собственно, мы знаем, что и раньше есть много эпизодов, которые выделяют Петра среди круга остальных апостолов, и, собственно, это место уже, по сути своей, было за ним, тем не менее мы также знаем, что с речеников вплоть до Тайной Вечери продолжали споры, кто из них больше. И надо отметить, что ведь Христос не отводит Петра в сторону. Не то, что где-то, когда никто не слышит, он спрашивает его. Нет, он спрашивает его при всех присутствующих. Они все это слышат. При них Петр отвечает, что он любит. Притом, речь идет, опять же, о человеке, которого они, по сути, свои видят впервые. Хотя догадываются прекрасно, кто перед ними. И делается именно для того, чтобы Петр действительно занял первое место, и это никаким образом не оспаривалось. То есть первое место Петра должно быть принято всеми остальными. Он из рыбака превращается в пастыря. Он будет пасти овец Христовых. И в основании этого поручительства лежит его любовь. Любовь больше. Потому что даже то, что он вот только что бросился из лодки, наспех перепоясывавшись, показывает, что любви у него больше, чем у остальных. И здесь мы должны сравнить, а, собственно, это сравнение, оно проходит через все повествование 18-21 глава двух учеников. Им, именно им заканчивается Евангелие в целом. Иоанн и Петр. Мы помним, что Иоанну у креста Христос поручает свою мать, а Петру поручает своих овец. Мы не можем сказать, что из этих поручительств важнее, что играет большую роль. Любимому ученику, да, того, кого любишь, Иисус Христос поручает самое дорогое, свою мать. А тот, кто больше любит, тот, кто наиболее предан, получает его овец, его церковь. И дальше происходит диалог, который предсказывает Петру его участь. Истинно, истинно говорю тебе, когда ты был молод, то припоясывался сам и ходил, куда хотел. Когда состаришься, то прострешь руки твои, и другой припоявший тебя и поведет, куда не хочешь. Сказал же это, разумея, какой смертью Петр прославит Бога. Надо сказать, что евангелист объясняет эти слова уже спустя десятилетия после их осуществления. А в тот момент, когда они были произнесены, они были непонятны никому из окружающих. Речь о том, что он прославит Бога. То есть, на самом-то деле, смерть не будет неким унижением Петра, несмотря его беспомощности. На самом-то деле, это избрание, поставляя Петра на первое место, Христос в то же время предсказывает ему, чем это избрание закончится. Ни величием, ни какой-то властью непомерно, ничего подобного. Свою жизнь Петр закончит тот же, так же, как и его учитель. И сказав сие, говорит ему, иди за мною. Петр же, обратившись, видит идущего за ним ученика, которого любил Иисус, и который на вечере, преклонившись в груди его, сказал, Господи, кто предаст тебя? Его, увидев Петр, говорит Иисус, Господи, а он что? Иисус говорит ему, если я хочу, чтобы он прибыл, пока приду, что тебе до того? Ты иди за мною. И пронеслось это слово между братьями, что ученик тот не умрет. Но Иисус не сказал ему, что он не умрет. Но если я хочу, чтобы он прибыл, пока приду, что тебе до того? Итак, еще одно предсказание. Предсказание будущего Иоанна Богослова, автора 4 Евангелия. Происходит оно тоже необычно, потому что Иисус предлагает Петру следовать за собой. Иоанн тоже идет за ними. Петр удивлен этим, потому что понятно, что в кругу апостолов вот так вот инициативу проявлять было невозможно. Помним, да, преображение. Господь берет на гуру трех учеников. А если кто-то бы еще захотел, сказал, пойду и я, и пошел за ними. Да, такая инициатива была просто недопустима в апостольском кругу. Но здесь Петру кажется, что Иоанн, он как бы переступает, превышает свои полномочия, ведь его не приглашали идти, а он тем не менее идет. И в то же время Христос его останавливает. Он говорит, что тебе до этого? Как бы, другими словами, почти не твое это дело. И говорит о том, что я хочу, чтобы он был пока не приду. И эти слова, они изъясняются, вернее, приводится их толкование кругом церкви, общины, в которой был Иоанн Богослов. Что он не умрет, потому что мы знаем, что евангелист Иоанн писал свои Евангелия на рубеже первого и второго веков. Он был апостолом, который действительно прожил дольше всех, пережил остальных апостолов на десятилетия. Он не закончил свою жизнь, как они мученические. И сам Иоанн отвергает это объяснение. Он не говорит о том, что нет, смысл его в ином. Христос не сказал ему, что он не умрет. Но как он понимает это предсказание, он не сообщает. Оно как бы остановится тоже за кадром Евангелия. Это тайна, которая выходит за границы его повествования. «Сей ученик и свидетельствует о сем, и написал сие, и знаем, что истинно свидетельство его. Многое другое сотворил Иисус, но если бы писать о том подробно, то, думаю, и самому миру не вместить написанных книг о ми. Итак, свидетельство «Истина» — это последняя точка в четвертом Евангелии. Евангелие, которое действительно строится вокруг темы сюда, и община, которую возглавлял Иоанн, которой он принадлежал, она подтверждает истинность этого свидетельства, что оно достоверно. Более того, конечно, сведения, которые имеет Иоанн, они выходят за границы любого написанного текста. Он мог бы сказать гораздо больше, но ограничил себя. То есть, другими словами, текст Евангелия, он напоминает слово «христоматию». «Христоматии» обычно из большого литературного произведения некий остов оставляется, чтобы его можно было прочитать, чтобы ученики, учащиеся, ознакомились с ним, познакомились с основной конвой повествования. Точно так же Иоанн выбирает из всего того, что он знает, то, что ему кажется наиболее главным, наиболее существенным, наиболее важным. И, конечно же, совершенно справедливо то оказание, которое мы слышим в конце всему миру, не вместить пишемых книг. Более двух тысячелетий, или около двух тысячелетий существует эта Евангелие, и оно до сих пор является предметом изысканий, богословских исследований, новых и новых комментариев. И было бы наивно считать, что текст этого Евангелия, его можно исчерпать, ему можно каким-то образом перекрыть. Совершенно нет, оно открывается вновь и вновь. И мы с вами приобрели попытку открыть этот текст, попытку, несомненно, скромную, незначительную по сравнению с масштабом этого удивительно глубокого, таинственного и богословского текста. И поэтому, конечно, это лишь первый шаг. Это начало пути, которое нужно продолжать, открывая и открывая для себя текст четвертого Евангелия вновь и вновь. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok